Сегодняшняя школа, которая носит именную учебу. Реальное училище, где не преподают два древних языка, латинский и греческий. У Ламанов поэтому поступает в технический вуз, в технологический институт в Петербурге. После окончания технологического института Ламанов приезжает в Кронштадт. Здесь устраивается в Кронштадтский порт химического лаборатории. Причем здесь есть предмет, здесь ступка и пестик. Причем это предмет их семьи, то, что, судя по горе, осталось в памяти своего родственника, Ламанова. Ну и далее, надо сказать, что он здесь преподает в школах естественные предметы. В Кронштадтской школе читает лекции. То есть действительно такой просветитель. После февраля 1917 года начинается его уже карьера как политика. Сюда приезжает после февральской революции британский журналист Прайс. Как раз из его вспоминаний он пишет о том, что я спросил, где можно найти председателя. Дело в том, что к тому времени, к марту, в марте он председатель совета рабочих и военных солдатских депутатов. И перед ним студент, длинные волосы, мечтательные глаза, отрешенный, от действительного взгляда, идеалист. И предположительно, именно его идеалистические взгляды, наверное, на события в России приводят его, в общем-то, и в политику. Он в 1917 году, в июле, участвует в выборах городской нашей Кронштадтской думы, но набирает, как у него партийных, всего лишь пять голосов от 1968. И надо сказать, что по карьеру его, собственно говоря, уже, так сказать, угасали. В 1919 году он вступает в партию, но не большевиков. А социалистов, революционеров, максималистов. Ну и буквально несколько месяцев, пробовав в этой партии, и узнав о тех методах террористических, которые эта партия использует, он уходит от туда. И привыкает к партии большевиков. Партия большевиков коммунистом становится депутатом, кандидатом в эту партию. А в 1919 году, и надо сказать, что недолго он и там пробудет. Он расширен в этой партии, опять переходит в максималисты, и здесь в 1921 году. Я бы сказала, что он такой активный участник, да, там, с ружьем где-то, он что-то где-то. Он действительно идеалист. Он такой просветитель. Он ищет себя по всем документам и по его допросам. Вот почему-то видно, что он делает, который до конца верил, что, собственно говоря, все закончится не так, как получилось. И вот таким образом, после того, как он опять в максималистах, он, его предлагают ему место в газете «Известия» временного революционного комитета, то есть в оставшей газете. Выходит 14 номеров этой газеты. И вот таким образом с 5 марта он занимает эту должность. Ну, если говорить о последних днях, да, этого события, это 16-я ночь на 17 марта, где последняя будет попытка подавить мятеж, останье. Да, 17 марта несколько человек, организаторов, уходят, бегают. А 18 марта уходит около 8 тысяч человек, в глядей, да, а вам, ну, остается. В это время у него четверо детей, семья, да. И далее 19 марта уже арестован и он. 24 часа выселяет еще в машину. Ну, и таким образом, после ряда допросов, 20 апреля 1921 года, он был расстрелял. Реабилитация в 1992 году. Ну, а на детях, естественно, печать детей. Что касается старшего брата Петра, да, вот в это время, когда мятеж, он не в Кронштадте, да. Узнает он это позже о расстреле брата. И в своих дневниках он напишет, что сгубила Анатолия, это вот как раз ряд, да, вот фотографий, то, что он был чисто любит, упрям, и лучше бы он занимался как ученый, чем политикой, таким образом. Ну, что касается брата, то он действительно очень активный большевик. Как он вступил в 19-м году, так он и до конца жизни большевиком и остается. А всю его биографию можно узнать из дневника, из его писем, которые писал, как раз, от своей тетушки Серафима Ивановна. Ну, и не без протекции брата, в 17-м году он здесь получает должность начальника всех морских частей города Кронштадта. В 18-м году он в просветительском комитете занимается переименованием улиц Кронштадта в 18-м году. Также составляет проект памятника борцам за революцию. В 22-23 год он работает в музее, в морском музее. В то время он находится в здании Адмиралтейства. Создает революционный фонд. И по болезни, да, он потом, в общем-то, туберкулез, волокровие. Он везде пишет о том, что силы мои, скажем, не так полные. В 32-м году он умирает. Ну, и вот эти все документы, которые видите здесь, они все были собраны супругой Ламанова Петра и переданы в музей военно-морского музея. Что мы говорим, очень благодарны нашим архивам Петербурга. Это РГА ВНФ. Это архив ЦГА, Центральный демократственный исторический архив. И архив Нанглова Вовсеенко, Российский государственный архив. Материалы очень интересные. Личности очень интересные. Свои изучат их по письмам. А здесь вот видим очень интересное 17-й групп, хотя он пишет свой рисунок в 1922 году, что он дефилирует по улицам Кронштадта, под звуки музыки, то есть он принимает новую власть. А до этого у него другая, здесь рисунок, где он рассказывает о том, что к нему пришли моряки и стали его просить отдать оружие и вообще сбросить и одеть рабочее платье. А когда узнали, что это Ламанов, то они вспомнили, что он хорошо относился к морякам, вот как он здесь пишет, и, собственно говоря, ушли из каюты. Но сам он потом поддерживает моряков революционных, 17-й год, и был предан этой партии до конца 2022 года. Ну и вот у него дочь Наталья от первого брака, ну дальше как бы мы не смогли проследить судьбу его детей, Ну больше мы как-то познакомились с родственниками Анатолия Ламанова, там есть фотография, скажем, сегодняшних уже другое поколение, современное поколение, очень интересные люди, проправно закончила Герцена, и сейчас преподаватель иностранного языка в этом городе. То есть некоторые живут здесь, но вот кто-то из них в Тагануру. То есть таким образом все. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...